Венгры – это кипчакские тюрки, а Венгрия – это земля тюрок-христиан. Эти слова принадлежат премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Связь венгров-мадьяр с тюрками до недавнего времени не была настолько известна. Чаще говорили о родстве с финно-угорскими народами. Расположенная в центре европейского континента Венгрия имеет европейскую культуру и традиции, но при этом ее древняя история свидетельствует о том, что венгры имеют тюркское происхождение. Бурные дискуссии по поводу этногенеза венгерской нации идут с середины XIX века. Вокруг происхождения венгров сформировались два лагеря – это сторонники финно-угорской и тюркской версии. Приверженцы первой группы считают венгров представителями финно-угорской языковой семьи. По их мнению, венгерский язык вместе с мансийским и хантийским языками составляет угорскую группу. В Европе отдаленно родственными языками венгерскому являются финский и эстонский. В то же время, большое количество общих корней обнаруживается в языках, проживающих на территории России финно-угорских народов – коми, марийцев, мордвы и удмуртов. Однако, все больше современных археологов и антропологов придерживаются мнения, что антропологическая характерность и культура венгров больше подобна центрально-азиатским тюркским народам и древним скифам Исакам. Некоторые венгерские политики считают, что финно-угорская теория была придумана австрийскими учеными, чтобы подавить венгерскую идентичность в XIX и в начале XX века. Сегодня широкая общественность Венгрии заявляет, что они не против финно-угорского родства, но при этом венгерские историки встраивают эту теорию в более широкую концепцию происхождения древних венгров от туранских народов. Венгры стремятся заменить устоявшееся мнение о доминирующем финно-угорском родстве и доказать теорию о тюркском происхождении их предков, при этом предпочтение отдается гунам, как одним из предков мадьяров или маджаров. Историки единогласны во мнении, что венгры попали в Европу с территорий к востоку от реки Урал, при этом ряд из них считают венгров родственными современным народам Татарстана и Башкортостана. По сведениям арабского путешественника XII века Абу-Хамид Аль-Гарнати, который совершал путешествия в земли башкиров, местные тюркские народы имеют прочную культурную связь с мадьярами. Этот автор писал в своем сочинении «И вот прибыл я в страну Унгурия, а там проживает народ, которого называют башкирт, он первый из тех, что вышел из страны тюрок и вступил в страну франков, и они венгры, храбры и нет им числа». Арабский историк Масуди также находил параллели между венграми и башкирами. Как мы видим, средневековые авторы считали, что венгры и башкиры или башкорты имеют общее происхождение. Вот что о венграх пишет византийский император Константин Багрянародный. Народ тюрок, то есть венгров, имел древнее поселение близ Хазарии, в местности называвшееся Ливедия по прозвищу их первого воеводы. В те времена они не назывались тюрками, а именовались по неведомой причине сафартами-асфалами. Турок было семь племен, они жили вместе с Хазарами в течение трех лет, воюя в качестве союзников Хазар во всех их войнах. Византийцы хорошо знали венгров и давали им точную характеристику. В последующие века они продолжали именовать венгров тюрками. Благодаря археологическим открытиям последних лет было установлено, что часть венгров имеет прямую связь с кочевой культурой Центрального Казахстана. Это дало повод утверждать, что часть венгров или маджаров, а точнее один из их компонентов, формировался на широком пространстве степного пояса. Поэтому мы и видим, что вместе с финно-угорским компонентом у венгров огромное влияние тюркской кочевой культуры. Кроме языковых вкраплений и традиций кочевого хозяйства, воинская культура тюрков оказала на венгров-маджаров большое влияние. Воины стали использовать доспехи, как у сармат, стремена, применять степную тактику и многое другое. В VI веке н.э. венгры стали частью тюркского каганата, а с VII века они попали под влияние хазарского каганата. Как предполагают ученые, в IX веке единый народ Мадьяр разделился на две группы. Одна осталась жить в степях Евразии, а другая откочевала на запад, на земли современной Венгрии. Во время переселения в Европу вместе с венграми переселились часть хазар, кабаров, а также другие тюркские племена и рода, включая предков башкир. В IX веке венгры продвинулись на запад, перешли реку Идиль и переселились в северное Причерноморье, но и здесь они стали испытывать давление со стороны печенегов и болгар. Но не найдя безопасность в Причерноморье, мадьяры вынуждены были перейти Карпаты и вторгнуться на территорию Европы, и заселили земли Панонии, современная территория Венгрии, которая является частью степного пояса. Еще до того, как маджары обрели свою новую родину в Панонии, они начали совершать набеги против соседних славянских народов. Затем их активность стала только усиливаться. По сути, первым под ударом венгров впало славянское государство Великая Моравия. После этого разгрома это государство перестало существовать, а население переселилось в соседние страны и области. В 893 году маджары переправились через Дунай при помощи визандийского флота и разгромили болгар в трех сражениях. В 899 году венгры разгромили войска короля Италии Берингара I в битве на реке Брента и вторглись в северные районы Италии, разграбив окрестности многих городов, включая Милана. В 901 году они снова напали на Италию. Почти каждый год в начале 10 века маджары проводили военные рейды против католического запада и византийского востока. Следующей целью для венгров стали германские земли. Помимо участия в набегах, венгры предлагали свои услуги как военной силы и другим европейским государствам. Они участвовали в совместных походах с франками в Италию и в другие земли. Этот опыт помог им в дальнейшем. За время совместных походов с франками венгры изучили европейский континент, обычаи европейцев, их военную тактику и стратегию. После этого военные походы мадьяров стали регулярными и очень успешными. Немецкие короли не могли оказывать противодействия венграм и оказались беспомощными. Армия мадьяров состояла в основном из легкой кавалерии. Воины были высокомобильными. Если столкновения были неизбежными, то они обстреливали своих врагов стрелами и внезапно отступали, вынуждая противников их преследовать, после чего расправлялись с ними поодиночке. Также у них была тяжелая кавалерия, ведущая свои традиции от сарматов и даев. В 907 году венграми было разгромлено Баварское королевство, а на следующий год Тюрингия и Саксония. В 909 году нападению подверглась Швабия и Франкония. Венгры чувствовали себя уверенно в Западной Европе и даже зимовали в завоеванных областях. Но эти походы можно считать в качестве разведывательных. Вскоре венгры значительно усилили свою активность. В 920-х они вторгаются в Италию и разоряют многие города на севере этого региона. После этого в 926 году другие отряды мадьяров вторгаются в Западнофранкское королевство, пройдя всю страну насквозь, сжигая и разоряя города и поселения. Кочевники доходят до побережья Атлантического океана. Тем самым венгры дошли до последнего моря. Хотя этот термин применяется к походам Чингисхана и его потомкам, тем не менее мадьяры единственные из кочевников, которые дошли до побережья Атлантики. В 937 году венгры совершили еще более грандиозный поход. Они прошли Германию, Францию и через область Прованс вторглись в Италию и возвратились оттуда в Панонию, захватив богатую добычу. А вот весной 942 года венгры уже совершают поход в Испанию, где в то время существовал Кордовский халифат. Это был их самый дальний западный поход. Разбив армию Кордовского халифата и захватив одного из местных правителей, они покинули территорию страны после того, как получили огромный выкуп. Несмотря на свою непродолжительность, этот набег оказал заметное влияние на политическую ситуацию в Испании. Новость об этом походе вызвала страх среди мусульманского населения, которое опасалось нового вторжения. Также это дало повод испанским рыцарям активизировать реконкисту. Последний успешный поход маджары совершили в 954 году, вторгнувшись в германские земли, они дошли до Рейна, пересекли его и разграбили восточные регионы Франции, а затем через северную Италию возвратились в Панонию. Но на следующий год венгров ждала неудача, вновь вторгнувшись в германские владения, они осадили город Аугсбург, но навстречу к ним вышли войска императора Священной Римской империи Оттона и нанесли им поражение. После этого военная активность мадьяров начала снижаться и вскоре в конце 10 века они принимают христианство и политические традиции христианских монархов, став по сути одним из европейских королевств. Начиная с 11 века венгры активно впитывают европейскую культуру, а прежние кочевые и языческие обычаи и традиции сходят на нет. В итоге венгры-маджары стали оседлым народом, но в 13 веке венгрии снова переселяются кочевники, на этот раз это были кипчаки во главе с ханом Котяном, а вслед за ними в страну вторгаются татарские войска во главе с Бату. Венгрия была разорена, но смогла оправиться от такого удара. А дальше история Венгрии это история обычного европейского королевства. Сегодня Венгрия один из активных участников Туранского проекта и стремится интегрироваться в общую семью тюркских народов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok